Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайные зрители. Сегодня, раз и навсегда, простыми словами, очень доходчиво постараюсь объяснить и снять все вопросы. Что лучше растить силу? Многоповторка или тяжелые веса? Мы не будем сегодня говорить о медленных, быстрых мышечных волокнах. Тем более, не будем затрагивать гликолитические, окислительные и промежуточные. Нам это не нужно. Но все мы знаем, что мы состоим из мышц. Мышцы это то, что позволяет нашему телу передвигаться в пространстве, перемещает наш скелет. Есть физические, есть тонические, об этом тоже не будем говорить. Почему возникает спор между сторонниками многоповторки и сторонниками больших весов? На самом деле, и то, и то, при прогрессии нагрузок, когда вы стараетесь увеличить вес на штанге, либо количество повторений, растит силу. Но, однозначно, с научной точки зрения, большие веса будут растить силу быстрее и лучше. Почему это происходит? Все очень просто. Для того, чтобы мышца начала работать, сократилась, другими словами, должен поступить сигнал. Сигнал идет, естественно, посылает мозг и по нервным проводам сигналы поступают в мышцы. Если хотите более подробно об этом почитать, настоятельно рекомендую изучить, что такое двигательные единицы, мышечные веретена и как все это между собой связано. Здесь же и сейчас скажу только одно. Все вы прекрасно знаете, что существуют высокопороговые и низкопороговые мышечные волокна. О чем это говорит? Когда вы берете вес до 50% от вашего разового максимума, чтобы проще было считать, если вы жмете лежа 100 кг на раз, то если вы берете 50 кг и меньше и работаете в многоповторке, естественно, будет расти сила, если вы будете каждый раз по чуть-чуть добавлять рабочий вес, либо увеличивать количество повторений. Но! Не забывайте, друзья, что есть такое понятие, как рекрутирование мышечных волокон. От чего оно зависит? От степени стресса. Так вот, когда вы работаете с весом до 50%, до 55%, работают преимущественно низкопороговые мышечные волокна. Когда же вы берете вес, максимально приближенный к 100%, то есть к 100 кг, работают высокопороговые. Но если, друзья, вы будете брать 75-85% от вашего разового максимума и работать на заданное количество повторений, обычно это 6-8, реже у кого-то поднимается и до 12, но это крайний случай. Вы будете за счет физиологии включать в работу как можно больше мышечных волокон. Мозг будет посылать сигналы как можно по большему количеству нервных окончаний. Будет включаться как можно больше мышечных волокон для того, чтобы мышцы смогли выполнить данную работу. Понимаете, насколько этот спор бессмысленен и кто хоть более-менее понимает в анатомии, в том, как что работает, для того такой вопрос даже не стоит. Потому что если вы возьмете, повторяю, 75-85% от вашего разового максимума, вы будете задействовать максимально возможное количество высокопороговых и будут подключаться низкопороговые мышечные волокна. О чем это говорит? Это говорит о том, что более комплексно будет развиваться ваша сила. Больше мышц включается в работу, быстрее растут силовые показатели. Поэтому, друзья, всегда четко понимайте, что, для чего и как вы делаете. И тогда вы будете умело и грамотно наращивать силовые показатели. За силой будет приходить и масса. При условии, конечно, что вы грамотно и правильно питаетесь. Не ленитесь, изучайте. Изучайте простую физиологию и анатомию. На самом деле это очень интересно, особенно тот, кто встал на путь телостроительства. Ведь гораздо приятнее самому понимать, что и как происходит на элементарном процессе нашей жизнедеятельности. Будьте внимательны и уважительны к себе. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факт фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня.